Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что такое покаяние. Поскольку именно в рамках нашего проекта Экзегет мы стараемся библейское некоторое основание дать, то сегодня мы не будем разбирать некоторые святоотеческие учения, не будем разбирать аскетическое наследие отцов церкви, а постараемся понять основы основ, уже дальше, которые через святоотеческое восприятие мы можем глубже изучить этот вопрос и для себя что-то полезное вынести. Надо вспомнить, что покаяние, метаноя, изменение ума. Правда, покаяние подразумевает некоторые два фактора. Свидетельства и уже какие-то шаги, предпринятые для исправления ситуации. А так человек, который кается, он прежде всего делает иначе, чем как поступал до этого. Именно поэтому, когда мы приходим, например, к таинству исповеди, свидетельствуем, а потом приходим через неделю, говорим все то же самое, то это абсолютно бесполезно. Да, и в таком случае, конечно, уже лучше не повторять одно и то же, а просто прийти, взять благословение на причастие, причащаться и стараться дальше свою жизнь исправлять. У нас есть пример притча о двух сыновьях, где одному Господь говорит и другому говорит, иди поработайте, дорогие мои сыновья, в винограднике моем. Один говорит, да-да, пойду поработаю, но не идет. А другой говорит, нет, не хочу, а потом все-таки раскаивается, вот есть уже покаяние, и идет. Он не идет, не говорит отцу, ой, отче я хочу. Он идет и показывает действие. Эта притча, она очень коротенькая, но она напоминает нам о том, что самое важное в покаянии, потому что вот этот сын, который не захотел идти, который бравирует тем, что он не хочет заповедь Божию соблюдать, а тут не о работе винограднике, тут любая заповедь Божия к нам обращенная, что он ее все-таки начинает соблюдать. Поэтому и самое важное тоже в покаянии, суть покаяния, это не когда ты приходишь и свидетельство приносишь. Поэтому если ты грешил как-то, то как Лукова может сказать, ой, ну вот еще все равно послезавтра на исповедь, поэтому завтра еще снова можно согрешить, все равно шкается будет. Нет покаяния, когда ты уже Господу сказал своим грехом, нет, Господи, я не хочу твою волю творить. А еще исповедь там вообще даже, может человек даже не знает, что такой исповедь, он там совсем не воцерковленный, а уже покаяние в его сердце есть, и он берет и начинает менять свою жизнь. И он поступает по-другому, точно так же, как второй брат, который сначала не исполнял волю Божию, а потом пошел и все-таки ее исполнил. Но однако Господь нам показывает, что покаяние это все-таки процесс взаимодействия с Богом. И Господь нам готов в этом покаянии помочь. Поэтому покаяние истинное, это покаяние все-таки со свидетельством. Точно так же, поэтому мы видим и в Евангелии от Луки уже в 15 главе, мы читаем тоже притчу, где есть указания о некоторое отца, где есть некоторая работа и где есть два брата. Притча о блудном сыне. Куда более длительная, куда более знаменитая и куда более глубокая. Ну, больше можно из нее что-то вынести. И мы видим, как блудный сын, он в принципе даже прямое какое-то указание отца не нарушает. Потому что он говорит, отче, дай мне именно мою часть наследства. На что чужое не претендую. Но вот уходит и живет блудно, распутно, прожигает жизнь и остается ни с чем. И вот это покаяние, покаяние очень важное, когда даже очень часто люди далекие от церкви говорят, да в принципе в чем мне кается. Я не ворую, жене не изменяю, там в принципе даже слабых не обижаю. Если там с кем-то скандалит этот человек, сам виноват что-то. То есть человек не чувствует, что он взял достояние Господне, в том числе какие-то, может, его установки, и унес и старается без Господа что-то исполнить. А без Господа все равно ты растратишь. И потом человек, когда такой все-таки добирается до исповеди, когда начинает читать Евангелие, когда, ну даже, может, какую-то брошюрку по подготовке к исповеди, там, вот построение исповеди Архимандрита Иоанна Крестьянкина, к примеру, начинает читать, и он думает, о, сколько грехов, как я их не видел. И вот и блудный сын, который, он понимает, что неправ, когда остается вот ни с чем. И он понимает, что с отцом ему было хорошо. Формально он отца ничем не обидел. Он не украл отцовское, он не украл старшего брата, он не остался и не стал перед глазами отца там как-то назло ему там распутничать. Нет, он ушел, чтобы вроде никого не обидеть. Но все равно вот уже ты отошел от заповеди Божьей, отошел от Бога. И это уже само себе грех. Поэтому тоже покаяние подразумевает то, что если ты что-то делаешь без Бога, любое дело, это уже грех. И что надо вернуться и то же самое дело делать с Богом. Обычную свою работу, за которую ты получаешь свою обычную зарплату, если ты Богу не посвящаешь, это уже грех. Если ты все-таки с мыслями о Боге, с мыслями о любви к Нему, о любви к ближнему, это уже некоторое покаяние. Смотрим дальше про блудного сына, как ситуация развивается. Что он берет и преисполняется решимость засвидетельствовать свое раскаяние перед отцом. Что прийти и сказать, Господи, я каюсь, но я не достоин даже стать твоим сыном, сотвори меня одним из своих наемников. То есть в принципе поэтому истинное покаяние, что такое покаяние, это когда ты признаешь свое недостоинство. Если ты считаешь, нет, у меня было право на грех, оправдание, человек порой приходит на исповедь, или не приходит, просто в сердце, или там даже готов с кем-то помириться, говорит, не, ну я-то, конечно, обидел, но ты-то меня тоже вот так-то, так-то обидел. Как только начинается оправдание себя, как только ты считаешь, что у тебя есть какое-то право, какое-то исключение, ну какое-то послабление, чтобы этот грех совершать, это уже не покаяние. Покаяние, когда ты говоришь, нет, Господи, не достоин, и даже я не могу благодаря этому покаянию вернуться в предшествующее состояние свое благое. Вот только могу как-то я свой грех отрабатывать. То есть блудный сын идет в наемнике. В наемнике, то есть человек, который не чем-то обладает и может этим пользоваться, а который постоянно должен трудиться, чтобы подтвердить свое право на то, чтобы получить свою какую-то дневную похлебку, право на жизнь, право на существование. Поэтому и покаяние – это тоже понимание, в соответствии с текстом Евангелия от Луки, с библейской мыслью, которую дает нам Господь, понимание того, что ты не достоин. Поэтому кайщий человек ни на что не претендует, кроме того, чтобы все-таки вернуться и как-то постоянным своими добрыми делами и утердием заслужить расположение Божьего. Покаяние – это все-таки, как мы вот разбирали первую притчу, что там не было никакого свидетельства. Человек просто изменился, пошел работать в винограднике. Но все-таки отец-то в горести по-прежнему. Да, его сын уже работает в винограднике, да, потом, может, будет ему сюрприз. Но пока что его сердце сокрушается. Поэтому это очень так же, конечно, мы меняемся и уже начинаем поступать по заповеди Божьей, а не совершать грех. Но все-таки надо пойти и засвидетельствовать. И сказать, отче согрешил на небо пред тобой, как говорит блудный сын, во второй притче. И это тоже очень важный момент покаяния, свидетельства. Недаром в Древней Церкви каялись только в самых тяжелых грехах. Не каялись в мыслях, не каялись в каких-то малых пригрешениях, а каялись только в грехах смертных. Но зато каялись не только тайно перед священником, свидетелем, перед Лесом Божиим, но каялись перед всей общиной. Где, правда, не было случайных людей, которые просто там заглянули в храм, а где все действительно сочувствовали, где все брали братья и сестры, кто не осудит, кто поддержит, кто будет молиться за грешника кающегося. Потому что вот это свидетельство тоже очень важно. Ты взял своим грехом засвидетельство, я выбираю указку сатаны, а не заповедь Божию. И своим покаянием ты тоже открыто говоришь, Господи, я ошибся, помоги мне. И покаяние, оно тоже надо понимать, потому что оно вот все что-то как-то грустно, все там работать, все исправлять, все какое-то недостоинство, и как-то батюшка тоски нагнал, даже каяться перехотелось. Нет, а все-таки притча о блудном сыне, она радостная, потому что покаяние, отвечая на вопрос, что такое покаяние, оно подразумевает абсолютное Божье прощение, что Господь прощает сразу и дает значительно больше, чем человек даже может претендовать. Разбойник на кресте висит справа от Христа и говорит, Господи, помяни мне, когда придешь во Царствие Твое, Господи, будешь в раю сегодня. Ожидал разбойник, что он только, ну, он понимает, он мучается на кресте, и совесть его сильнее мучает, чем вот те пытки, которые он переносит. И он говорит, Господи, ты мне вот, ну, просто помяни, вспомни обо мне хоть чуть-чуть, вот мне малое снисхождение нужно. Да, я заслуживаю. Потому что тоже вспоминаем мы евангельские слова, потому что этот благоразумный разбойник другому говорил, мы страдаем по своим грехам, мы заслужили наказание. Поэтому покаяние подразумевает готовность претерпеть какие-то страдания и испытания. В том числе именно поэтому в нашей православной традиции мы целуем крест после Таинства Исповеди. Мы целуем крест и говорим, ты за меня, Господи, пострадал, я со своей грехи готов пострадать. Поэтому не бойтесь, когда вроде покаялся, вроде грех позади, а начинаются какие-то испытания. Скажи, Господи, ну ладно, я до этого грешил, а сейчас-то я покаялся, почему испытания начались? Да ты же поцеловал крест, ты подписался, говоришь, да, Господи, я готов сейчас искупить. Не хочу в аду потом гореть за свой грех, а я тебе благодарен, если сейчас мне получится какую-то свою вину испытанием каким-то сейчас искупить. Но в любом случае тоже это по-прежнему что-то страшное. А на самом деле самое радостное в покаянии – это прощение и радость, которую ты получаешь. Потому что отец бежит навстречу блудному сыну, дают ему свои дорогие одежды, дают ему перстень. Перстень – это не просто драгоценности, это перстень-печатка, это то, что символ власти, власти над своей жизнью, власти над сатаной, над его кознями. Поэтому покаяние подразумевает победу и радость вместе со Христом. Поэтому выбирая покаяние и идя через вот это недостоинство, понимая, что придется пройти через испытания, все равно мы в сердце радуемся. Радуемся заранее, а потом радуемся уже возможно получив какой-то уже подбадривающий какой-то фактор, который Господь в нашу жизнь приносит. Потому что покаяние – это победа, покаяние – это радость. Как мы видим, покаяние очень как-то объемно. Можно сказать, батюшка, ну как-то все слишком широко, нельзя ли поконкретнее. Конкретно только путь. Господь говорит, я путь истинной жизни. Путь – это не какая-то точка. Если ты сделал где-то восстановку в одном месте, этот и путь не прошел. Путь – это когда ты весь отрезок проделал от А до Я. Точно и так же и здесь проходим. Проходим через отторжение от греха, через изменение жизни, через выполнение противоположных добродетелей, через свидетельство своего покаяния, через испытания проходим и приходим к радости и празднику со Христом.